Привет, друзья! Так, новая интересная тема в чем-то для нас. Необычное такое, необычное задание поступило. То есть там человек, заказчик, хочет сделать, ну там другу, либо кому подарочек такой, и в подарок собрать, то есть, ну телефон вот на базе такого корпуса. То есть это 5S будет в таком исполнении. Наша задача была найти рабочую плату, основную, и на ее базе собрать полностью весь телефончик. То есть, соответственно, мы нашли плату рабочую, хорошую, оригинальную, неделанную, тестили ее, приобрели сами, все детали подготовили, вот я здесь так все разложил. То есть и сейчас полностью соберем аппарат. Здесь, конечно, по стоимости, может быть, это не совсем получается, как бы, ну логично, не то что логично, а целесообразно, но здесь вопрос как бы в другом. То есть там владельцу нравится концепция, то есть это сам размер вот этого именно аппарата, и плюс такое придать, чтобы ему новый вид, хороший, современный, ставим в такой корпус. Так, все собираем, все будем делать на базе оригинала, то есть все детали мы подобрали оригинальные, экран, батарейку, основные вещи, и все комплектующие, от микрофона, камеры, все прочее. Все-все идет именно непосредственно оригинал. Так, занимаемся. Тоненько наношу проклейку, чтобы приклеить решеточкой, закрыть технологические отверстия, и чтобы у пыли не было шанса проникнуть внутрь. Тут немножко в этом плане, занимаясь таким задротством, именно собираю все, как сказать, как ручная работа, чтобы было все четко и в пользу не было никаких нюансов владельца. Да, вот на камере здесь тоже такая хитрость есть небольшая. На камеру я сделал заранее такой пыльник специальный. Ну вот, он не видно, он из прозрачного 3Ма. Вот, но на камере он есть. Прямо идет вырез по самой камере, а вот на железной части он идет наклеен. То есть он липкий, и когда он установится туда в корпус, у пыли не будет шанса проникнуть внутри, под глазок камеры. То есть он просто будет, как бы, конструкция получается монолитна. А также вот сюда, на канал основного микрофона, на технологическое отверстие, помимо родного пыльника, вот такого, я сделаю еще дополнительную решеточку, которую также я клею по кругу. Это, опять же, для плотности, чтобы не было шанса попасть вовнутрь. Так, а это вот такой импровизированный пыльничек на, будет на канал основного микрофона. Смысл этих всех вещей в чем? То есть нужно нам закрыть плотно, герметично отверстия, которые имеют проход вовнутрь. Чтобы ни пылинки, ни сыринки вовнутрь не попадали. Кстати, на камеру я вот как это дело делаю? На камеру как это делаю? Вообще вот этот пыльник, который я показывал ранее. Вот у меня просто есть донорская плата, не рабочая. Ой, камера, не рабочая. Просто берем. Квадратик треяну. Прижимаем. Вырезаем. Убираем. И вот у нас получается такой пыльник. То есть он в меру тонкий, он прилипает внутри к направляющей камеры и не позволяет пыли попадать на саму линзу. Это небольшая доработка, которая, ну вот, так сказать, родилась с течением времени обслуживания этого аппарата. Очень хорошо себя зарекомендовала. Давно так пользуемся, делаем небольшое улучшение для долговечности. Так, ну это в сторону. Я здесь просто заранее сделал, потому как мы плату подготавливали, искали хорошую и, соответственно, там, чтобы уже все быстренько сделать. Но показал, опять же, наглядно, как, да что, да что кого. Скальпель. Так, продолжаем, продолжаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, забавно, сейчас собираю аппарат вот этот, и тут ребята заехали, подписчики. Молодцы, привет им. Привезли шестеску, покупали где-то в магазине. Вот что хотел показать, это восстановленный аппарат. То есть они купили его однажды, там месяц поработал, вернули, еще другой им поменяли, также месяц поработал, вернули. И вот это третий, который они вот им там поменяли. Ну вот что хотел показать, внутри, посмотрите, вот это следы перегрева. Здесь пайка прямо снаружи, варварская, вообще просто такая, я не знаю, как это назвать, это уже не варварство, это вандализм. Ну и, короче, у них это ничего не проработало. Не берите восстановленный аппарат, это вот такая вот эта хрень вообще. Вот это, это причем это уже, китайцы вот так не делают, это уже местные варвары так делали. Китайцы делают все там по фэншую, что называется, это уже местные вандалы. Да, ну и ребята завезли, просто так оставили, потому что я открыл, уже посмотрел на это, но сказал, тут нет смысла заниматься, это просто, конечно, пустая трата и времени, и денег. Оставили просто так. Ну, нормально. Да, ребятам, спасибо. Поведали, что называется. Да, вот такая вещь. Вот снаружи, как вот, как? Как, понятно? Да никак. Ну вот, да никак. Просто надо брать в официальных местах. Ну, либо в проверенных магазинах, мы тоже тут не раз рекомендовали, то есть в проверенных местах. Так, вот так. Короче. Короче, что я там делаю? Так, продолжаем. Да, вот это вот еще раз, вот эта вся история, это не про деньги. Не про то, что там сколько это стоит и что. Это просто делается подарок интересный, кастомный, уникальный, так сказать, для того-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, экранчик я тоже заранее подготовил. Здесь все окей. Батареечка сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и перед финальным закрытием предлагаю проверить весь функционал, убедиться, что все в порядке. И потом уже сделать так называемый ЧПЭКС. Да, интересный момент, вот у нас вот этот экран загрузки, который я показывал, который сейчас загружался. Сейчас еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот что хотел показать, то есть при загрузке плата, принадлежащая к белому аппарату, либо к золотому, экран области загрузки, она белая. Плата, принадлежащая к черному аппарату, либо к Space Gray, там экран загрузки черный и белая яблока. Здесь наоборот. Ну и да, здесь, конечно, не будет работать сканер отпечатка пальца, потому что, ну, мы кнопку поставили другую уже, то есть черный делаем. Ну, там не принципиально, это абсолютно. И устройство у нас сброшено, сейчас активируем, все проверим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут пленочка пока такая сверху матовая, это транспортировочная. Пока не будем ее убирать. Потом стекло сразу поклеим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давайте семечку сразу поставим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сейчас сеть появится, проверим работу камер. Так, уберем все-таки пленку, потому что она такое искажение дает. Так, отлично, отлично, визу отлично. Фронтальная камера. Хе-хе-хе, тоже хорошо. Так, проверим звук. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет. Хе-хе-хе. Проверка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет. Хе-хе-хе. Так, звук я окей. Так, на основной тоже проверим. На основную проверим. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Старенькая система, там душу греет, радует глаз. Хе-хе-хе. Проверка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Так, окей, а звоночек мы его сделаем? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 Так, все окей. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 Так. Собственно, базовый функционал. Все окей. Кстати, система здесь не последняя. Система не последняя. Одиннадцатая. Да, его можно обновить еще. Так, ну там владелец сам сделает. Собственно, все. Сейчас закроем финально. И все готово. ЧПКС. ЧПКС. Так, сейчас поклеим защитное стекло. И традиционно там подарочек. Чехольчик. Так, чехол черный. Стекло. Крутое. Так, ну все. Пленку долой. Пленку долой. Грязь. Протирай. Вот таким вот образом. Все круто. Вообще круто. Все. Пакуем. Отправляем. П DAR may Let's go. евле. Все. Продолжение следует. Сходи. Все. Продолжение следует...